Доброе утро, Иван Александрович Карлов, кандидат технических наук, IT-эксперт программы «Новое утро» у нас сегодня в гостях в студии. Поговорим о батареях. Здравствуйте, но не о тех батареях, которые вот-вот продувают, как раз промывают сейчас в домах, а батареях, которые касаются каждого, независимо от времени года. Да, собственно, мы поговорим, у каждого девайса, ноутбук, планшет, смартфон, которых сейчас обычный телефон мобильный, который есть у каждого. Там даже у любви есть батарейки. Ну да. Но в данном случае мы, конечно, поговорим не об этих. Так вот, всегда встает вопрос о том, как бы продлить жизнь устройства от заряда батареи. Тем более сейчас летом для многих он становится актуальной, мы выезжаем куда-то на природу, что-то, и хочется, чтобы наше устройство работало подольше, потому что зарядить его не всегда есть возможность. Ну, поэтому несколько советов для всех, как сделать так, чтобы ваше устройство работало чуть дольше. Ну, первое. Батарейки, вот они у нас здесь разные, приведены для разных устройств. Вот у меня в руках совсем маленькая, которая используется, ну, в смартфонах, сейчас еще тоньше, это из более старого устройства. Везде основа их работы – это химический процесс. И этот химический процесс, он проистекает хорошо при комфортных температурах. В районе там от нуля где-то до плюс там 25. Ну, как бы несущественно там плюс-минус 5 градусов. Но надо понимать, что если ваше устройство находится в сильно холодных условиях или в сильно жарких условиях, то, соответственно, срок жизни батареи резко падает. Причем достаточно резко. Я думаю, все замечали, как на морозе устройство даже там с 50% зарядки батареи просто отключается, потому что химический процесс останавливается в батарее. В этом нет ничего страшного, устройство отогревается и начинает работать дальше. Без последствий, да? Ну, на холоде, как правило, без последствий. А на жаре? А вот на жаре с этим все сложнее. На самом деле на жаре, если вы особенно, ну, не просто у вас где-то лежало оно устройство, ну, там чуть-чуть нагрелось, а где-то вы его вставили в закрытой машине на панели, или оно полежало на солнце, то у батареи может начаться вообще-то химическая уже необратимая реакция, которая приведет к полному выходу из строя, и вам потребуется просто замена этой батареи в устройстве. То есть она не просто разрядится, но еще и это. Вот здесь мы видим у этих батареек, вот как раз пример того вышедшей из строя батареи, самый яркий пример, она вздулась. То есть вот если вы посмотрите... То есть она не должна быть такой, да? Да, она не должна быть такой, она прямо вздулась, соответственно, там уже произошло расплоение веществ, находящихся внутри, то есть она вышла из строя. Я уже трогал. Поэтому, да, поэтому вот в первую очередь следите, чтобы ваше устройство, ну, как бы не лежало на солнце в жаркий день, в яркий, а где-то вот хотя бы чем-то его накройте, чтобы оно не нагревалось. Следующее, если вы идете, например, куда-то в поход, выезжаете на природу, то очень часто вы попадаете в зону, когда работа сотовых сетей нестабильна. То есть сигнал плохой. На поезде даже, если вы поехали. Да, и если вы не выключаете устройство, в частности, не переводите, например, его в авиарежим или во что-то, ну, у разных устройств, в разных там системах это называется по-разному, но если телефон попадает в зону, когда плохой сигнал, он начинает его искать все время, и на это тратится очень много заряда. Поэтому, если вы где-то идете в походе, вам сейчас телефон не нужен, переведите его в режим автономный, так называемый. А в авиа в автономном он не ищет? Он не ищет, потому что он отключает. Но при этом что-то принимает. Передатчик нет, просто передатчики всего делают. Как раз в случае вот автономного или авиарежима, он по-разному называется, отключаются модули, ответственные за связь. То есть это просто телефон, да. Он сам по себе работает, как вот локальное устройство. Как планшетник. Как плеер, например, вы можете слушать музыку. Как книжка при этом, да. Но с сотовыми сетями он не работает. Пришли куда-то, вам нужно, вы как это, сдвинули, посмотрели. Там, почитали, там, смски позвонили, кому нужно снова. Увеличится срок жизни очень существенно. Порядочно. Да. Следующий момент, он связан с тем, что, ну, на самом деле, наше устройство тратит кучу, можно так сказать, энергии. Ну, на те функции, которые нам, наверное, сильно и не нужны. Поэтому, если, как говорится, вам не лень, вы можете один раз сесть и посмотреть в настройках и сильно сэкономить в будущем постоянно себе заряд батареи и, соответственно, увеличить срок жизни. Но в основном это касается двух вещей. Это уведомления, которые присылают разные программы. И так называемые службы геолокации, то есть доступа к вашим координатам. С точки зрения уведомлений, вы в настройках, что на андроиде, что на iOS, можете посмотреть, какие программы отправляют вам уведомления. Если вам не нужно получать от этих программ уведомления, например, ну, вы пользуетесь там какой-то социальной сетью, вам нужно получать уведомления. От каких-нибудь игр вам они не нужны. Ну, отключите их, потому что... Это где отключать? Я вот геолокацию сейчас только что отключил уже. А до этого у вас была включена? Была включена, оказалось. Значит, ну, в настройках там надо посмотреть. У каждого по-разному. Да, находятся по-разному. То, что касается геолокации, то же самое. Там вопрос, может быть, не отключить собственно геолокацию на телефоне. А у каждого, если вы зайдете в настройки, то там есть такой момент, что можно посмотреть, как каждое приложение на вашем телефоне использует геолокацию. Есть несколько режимов. Вот, например, если вам вообще не нужно, чтобы это приложение знало, где вы находитесь, то можно вообще выключить. Есть такой режим, когда приложение получает ваши координаты в том случае, когда оно работает, и в том случае, когда вы с ним не работаете, то есть в офлайне. Вот, чаще всего приложения делают так, что они просят координаты вашего телефона во всех случаях, когда вы работаете с этим приложением, когда не работаете. И это точно лучше отключить. Вы тоже сильно сэкономите срок жизни батареи. Еще вопрос такой, когда появляется новый телефон у человека, он хочет, есть такое поверье, что надо несколько раз максимум зарядить батарею, разрядить, опять зарядить, потом пользоваться. Ну, это уже достаточно старое поверье, в том плане, что современных батареях эффект памяти уже его нет. Это действительно раньше было актуально. То есть, в принципе, сейчас уже это, ну, не актуально. Хотите, если вам, как говорится, так спокойнее, сделайте, хуже вы телефону не сделаете. Но уже такого, такой необходимости, как, ну, сейчас нет, эффект памяти уже сейчас у батареи. То есть, с любой точки заряда батареи пользуйтесь и пользуйтесь в том режиме, как вам комфортнее. А если еще вот мне сказали, что надо максимум, чтобы до 15, допустим, 10% заряд опустился, сразу заряжать, не допускать полного разряда. То же самое. Вот раньше, для старых батарей эти советы были, ну, как бы жизненные, они сильно тратили срок службы. Сейчас уже сами качество батареи выше. Ну, скажем так, если вам не попадется дефектная батарея, если вы, ну, как бы ее не убьете какими-то способами... Механическими или перегревом. Механическими или перегревом, или там еще какими-то, ну, такими специфическими весьма, то, скорее всего, батарея прослужит столько, что ваше устройство уже морально устареет. То есть, сама по себе смена батареи нет. Еще одна рекомендация, которая очень важна, это использование зарядных устройств. Мы часто используем, в последнее время популярной становятся пауэрбэнки, ну, как бы дополнительные батареи. Очень часто мы, например, подзаряжаем смартфоны, скажем, от ноутбуков, когда подключаем провод здесь. Тоже есть существенные ограничения, они связаны с тем, что заряжать любое устройство нужно от источника, который достаточно мощный и гораздо мощнее, чем само это устройство. То есть, бывают там, например, достаточно простенькие маленькие зарядки для автомобиля. Бывают такие очень простенькие зарядки для телефона, которые мы берем там дополнительно, скажем, китайского производства или что-то. На самом деле, вот этим можно очень сильно, вообще в целом, убить батарею, потому что, ну, вот, например, подзарядка от ноутбука. Часто бывает, мы даже вообще выключим, закроем крышку ноутбука, подключаем, вроде идет зарядка, кажется, хорошо. На самом деле, в случае, когда ноутбук находится в сонном состоянии, да, идет электричество и питание на порт, соответственно, USB, но оно достаточно, ток там маленький, и он не, во-первых, с одной стороны, нормально не заряжает батарею, во-вторых, малый ток, он очень плохо действует как раз на батарее. Притом, если хотите заряжать от компьютера, заряжайте, но компьютер нужно, чтобы был сам подключен к сети, чтобы была нормальная сила тока. То же самое, бывают зарядки для телефонов слабые, бывают зарядки более мощные для планшета, потому что там требуется сила тока. Лучше, если вы, как бы, едете куда-то, берете с собой планшет и телефон, возьмите с собой зарядку от планшета и заряжайте от него телефон. От более мощной зарядки заряжать это лучше. Во-первых, он и зарядится быстрее, во-вторых, никаких обратных последствий не будет. Более слабую зарядку, хотя она бывает порой компактнее и удобнее ее взять, но точно не стоит. Спасибо большое, Иван Александрович Карлов был у нас в гостях сегодня, наш IT-эксперт.